Никаких гостиниц и привычных удобств. Участники всероссийских соревнований школы безопасности 10 дней будут жить в полевых условиях. Впрочем, им не привыкать. Областные соревнования начинаются в мае. То есть, представляете, на майске бывает снег идет, бывает дождь у нас, погода разная. Поэтому вот тут очень комфортно проживать. Опять же, кормят столовой. В 17-й раз проводятся соревнования. В ходе них ребята в возрасте от 11 до 17 лет будут демонстрировать теоретическую и практическую подготовку в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В том году мы были победителями в младшей группе всероссийских соревнований. В этом году конкуренция более серьезная. То есть, в том году были более слабые команды. Сейчас уже подсмотрели даже где-то на пожарной эстафете. То есть, ребята более сильные. Торжественным маршем проходит команда участников перед трибунами с гостями. С приветственным словом к ребятам и их наставникам обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. В идеологии школы безопасности заложено два призыва. Сделать все, чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию. Ну и уж, если она случилась, то постараться поскорее ликвидировать и минимизировать впоследствии. Я желаю всем участникам проявить свои лучшие умения и навыки. Немного удачи и пусть победит сильнейший. Соревнования проходят в три этапа. Сначала ребята преодолели испытания на областных и окружных состязаниях. И теперь 200 человек из 8 федеральных округов поборются за звание лучших. Хотя организаторы уверены, в будущем году география участников станет еще шире. Я буквально как два дня вернулся с Херсонской области и увидел, что у ребят горят глаза. Дети готовы получить от нас информацию. К сожалению, по определенным причинам мы не могли пригласить к себе на соревнования Херсонскую, Запорожскую область. Но в следующем году, я думаю, они будут здесь. И общество готово. Они готовы. Не случайно соревнования проходят на базе учебного центра МЧС. Здесь все приспособлено для того, чтобы ребята смогли участвовать в таких дисциплинах, как пожарные эстафета, поисково-спасательные работы или маршрут выживания. Проект «Школа безопасности» интересен тем, что помимо каких-то теоретических знаний, ребята получают практические навыки, которых, к сожалению, нет в школах, нет в образовательных организациях. И здесь у них есть возможность проявить себя, найти единомышленников. Ну и, наверное, я думаю, проект решает вопрос такой хорошей профориентации. Сразу после открытия первое испытание – комбинированная пожарная эстафета. Мастерство участников на каждой из дисциплин оценивает коллегия из 23 судей. Борьба на соревнованиях до последнего дня непонятно, кто победит. Ситуация турнирная постоянно меняется, потому что из одних регионов дети лучше бегут пожарную эстафету, другие маршрут выживания, третьи поисково-спасательные работы. У кого-то с творчеством хорошо и постоянно это все вот так вот меняется. Но не только силу и сноровку потребуется показать участникам, но и теоретические знания. Также ребят ждут творческие этапы соревнований, стен газета и визитная карточка. Победителей узнаем через 10 дней. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.